Своё нынешнее название столица Кыргызстана получила в 91-м. Тогда, после долгих дискуссий, было принято решение вернуть городу его историческое название Бишкек. Это решение поддержал и легендарный парламент. В итоге Фрунзе переменован в Бишкек, чьё же имя уже три десятка лет носит политический и административный центр страны. История доказала, что Бишкек Кенен Батыр был основателем города Бишкек. Раньше называлось Пишпек, потом город Пишпек. Вот этот Батыр, Бишкек, он одновременно является создателем, организатором нашего прекрасного города, столицы нашего Кыргызстана. Национальный герой так и никак иначе. Сегодня Бишкек Батыра называют историки. Говоря об исторических событиях, связанных с его именем, они отмечают выдающиеся заслуги в освобождении кыргызских земель от иноземных захватчиков. Ему удалось не только защитить, но и объединить кыргызов. Бишкек Батыр – реальная личность и более 200 лет назад он основал главный город страны. В 7-12 веках здесь, на территории современной столицы, было городище Джуль. Его еще называют цитаделью раннесредневекового города или кузнечная крепость. Позже на месте этой крепости возник Пишпек. Неподалеку от этой крепости был захоронен Бишкек Батыр. Там был построен небольшой мавзолей. Вокруг него начали заселяться люди. Происходил небольшой приток жителей. Уезд назвали в честь Батыра, но это был манер того времени. Сегодня, изучив архивные материалы и документы, историки говорят о том, что Бишкек Батыр – это реальная историческая личность. Мавзолей Бишкек Батыру находился близ бывшего кинотеатра из Сыкуль на северо-востоке столицы. Сейчас здесь, неподалеку, центральная мечеть. Необходимость в целом бережного отношения к историческим памятникам столицы, а еще изучение руин древнего города Джуль и его превращение в историко-культурный уголок, которым бы восхищались и горожане, и туристы, отметил глава государства. Маселен Еле Озу'нда, темир усталар сепили деваталып цирген байыргы Жуль шаарының калдығы низилдеп, көп кечіктірбей Бишкек шаарының турғындары суқтанған, саякатчылар каттаған тарихи-мадани бурчуна айландыры узарыл. Анткені байыргы түрктөрменен соғдулар түптіген, башаты 5-6-гылымға варыпта калған Жуль шаарының калдығы, Құрдам пайдаланың шаарының, мадани администрің, бишкек шаарының тарығы мадани естеліктерің күнгілбруп, көмгөрюнің өттің. Памятники истории и культуры так величают те уникальные и памятные для жителей здания и не только в столице таких не более 400. В Кыргызстане всего 1900 памятников. И это памятники архитектуры и памятники истории, в том числе и руины старых городов. Из них 583 – республиканского значения. Для сохранения памятников министерством был разработан соответствующий законопроект. Он предусматривает и полный перечень этих памятников, и то, какой за ними необходим уход. А что касается возведения памятников новых, то в сразу нескольких столичных районах в этом году они появятся. Один из них будет посвящен врачам, отважно борющимся со страшной болезнью коронавирусом. А накануне памятник был открыт тому, чье имя носит столица Кыргызстана.